Переходя сейчас на этот сайт, вы попадаете на страницу по продаже кокаина в Дубае. Дорогие братья и сестры, сегодняшняя наша проповедь будет посвящена поиску. Я специально для того, чтобы произвести поиск потерявшейся, заблудшей души Эль-Хана Сулейманова, я уехал по европейским странам. И сейчас я нахожусь в одной из западных стран, антискрепных, здесь практически нет скреп, не то что в нашей России матушки, где потерялся Эль-Хан Сулейманов. Но я решил, что в скрепной стране он потеряться не мог, он скорее всего потерялся в какой-то западной. В стране, где нет скреп. И вот я сейчас его ищу, но не могу найти. Пока есть очень мало информации по поводу Эль-Хана Сулейманова. Сегодня, как вы знаете, канал близкий к российским спецслужбам. Ну, близкий в том плане, я не утверждаю, что они там работают на спецслужбе. Но какие-то источники у них там явно есть, потому что они очень часто дают какую-то прям инсайдерскую информацию из-за стен российских спецслужб. И вот они сегодня опубликовали пост по поводу пропажи Эль-Хана Сулейманова. Как вы знаете, я давно уже трублю о том, что человек успешный научный сотрудник, успешный политик, министр здравоохранения Чеченской Республики, один из приближенных к Рамзану Кадырову, член команды Кадырова, вдруг внезапно пропадает без вести. Происходит это в конце октября прошлого года. Человек вот ведет деятельность каждый день, встает утром, идет на работу, что-то постит в своих социальных сетях, в Инстаграме, активно причем освещает свою работу, с кем-то встречается, какие-то вопросы решает, раздает какие-то интервью. И потом на тебе в один миг человек просто как воду канул, как камень, который бросили в воду, ему куда-то утонул. Просто пропал на ровном месте, но не может же быть такое в скрепной стране. И вот я об этом неоднократно говорил, писал, обратите, пожалуйста, внимание, журналисты, правозащитники, все, кому небезразлична судьба бедного человека, обратите внимание на него. А еще так совпало, что его пропажа, она как-то, ну, случайно, наверное, совпала с ухудшением состояния здоровья Рамзана Кадырова, когда он опух весь, еле разговаривает до сих пор причем. И вот это все как-то совпало, это было как-то подозрительно, я поэтому трубил всячески, говорил, давайте найдем бедного человека. Никто не обращал на это внимания, никто не отзывался. И вот, наконец, канал ВЧК ОГПУ, телеграм-канал, опубликовал пост, в котором пишет, что многочисленные источники этого канала, а я напоминаю, что у них очень много источников в специальных службах российских, и вот эти многочисленные источники говорят о том, что его убили, его нет в живых, что его обвинили в ухудшении здоровья Рамзана Кадырова, посчитали, Рамзан Кадыров посчитал, что это была попытка отравления, попытка убийства, и за это его очень жестко, значит, наказали, и чуть ли там, то ли закопали заживо, то ли его повесили. Эта информация, она-то давно уходит, как вы понимаете, когда я опубликовал о том, что этот человек пропал, двусмысленно намекал на то, что с ним что-то случилось, я ведь уже обладал всей этой информацией, но я, конечно, себя не буду делать никаких заявлений, я не буду говорить, что он умер, что его убили, я не знаю, что с ним случилось, так как не исключено, что он там где-то в подвале все это время сидит или сидел, возможно, долгое время, а недавно его где-то выпустили, и он, может быть, с условием, что он там нигде не будет светиться, может быть, он просто ушел на дно, все может быть, и если мы что-то такое заявим, скажем, что его убили, его больше нет в живых, его с огромным удовольствием найдут, расчехлят, посадят перед камерой, и он будет говорить, что это все было нормально, он просто год был где-то в отпуске, отдыхал, а Тумсо, как обычно, взял там что-то, значит, наговорил на эту власть. Чтобы такого не было, мы, конечно, от себя таких заявлений не делаем, мы просто говорим, человек пропал, мы переживаем, мы искренне переживаем за этого добрейшей души человека, поэтому мы эти свои переживания, их озвучиваем. И, к сожалению, пока никакой информации о нем так и не появилось, вместо этого, наоборот, канал ВЧК ОГПУ опубликовал информацию, что его, скорее всего, нет в живых. Ну, мы будем наблюдать за его судьбой, но гораздо интереснее в этой истории это то, что его детище, его сайт, точнее, его детище – это онкодиспансер в Чечне. И вот сайт этого диспансера, на который была опубликована ссылка на его официальном инстаграм-аккаунте, переходя сейчас на этот сайт, вы попадаете на страницу по продаже кокаина в Дубае. Я не буду показывать, не буду давать вам ссылку на этот сайт, чтобы вдруг там YouTube или кто-то не решил, что я занимаюсь рекламой ресурсов, которые продают наркотики. Мы против наркотиков. Но факт, что теперь, когда вы заходите на сайт онкодиспансера в Чечне, вы попадаете на сайт по продаже кокаина в Дубае. Причем прям баннер такой висит – «Кокаин, купить кокаин в Дубае». Я думаю, что если там, где есть кокаин, там, скорее всего, будет и что-то другое, разновидность всяких наркотиков, то не исключено, что там же вы можете купить и мефедрон. И отсюда у меня возник такой вопрос. Хотелось бы для этого, собственно, увидеть или услышать, как-то связаться с Эльханом Сулеймановым, чтобы узнать, в прошлом году приблизительно вот в это время не обращались ли к нему трое жителей Чечни с просьбой, ну, не покупали ли они у него мефедрон. Вот приметы этих жителей, там один, двое из них такие спортивные, крепкие, два парня. Один, причем, профессиональный боец, имеет свои победы в смешанном единоборствах. Второй тоже такой крепкий парень, не знаю, правда, есть ли у него какие-то официальные, какой-то официальный рейтинг, там, у ММА. Ну, а третий – это, значит, молодой подросток лет 15, такой вообще не спортивного телосложения, такой пухлячок. Вот если эти трое ребят у него в Дубае покупали мефедрон, то это прольет свет на многие события, которые произошли далее с этими людьми, и, возможно, во всем этом есть какая-то связь. В общем, поэтому огромная просьба Эльхану Сулейманову, если ты жив, если ты смотришь этот эфир, объявись, пожалуйста, где-нибудь, дай знать, что с тобой все в порядке, и дай какую-то возможность с тобой связаться. Субтитры создавал DimaTorzok